Из арахисового масла можно сделать бриллианты. Прежде чем вы начнете скупать все баночки в ближайшем супермаркете, научитесь воссоздавать состояние нижней мантии нашей планеты. Вам придется поддерживать его в течение нескольких недель, чтобы создать крошечный кусочек алмаза. Кстати, для этого процесса необходима температура 1000 градусов. Вот еще один факт, который приведет вас в замешательство. Клубника это не настоящая ягода, а вот банан очень даже. Огурцы, бананы и киви считаются ягодами, а ежевика, малина и клубника нет. По определению, у ягоды есть мякоть и семена, которые развиваются из завязи цветка. Кожура это внешний слой любого фрукта. Когда речь идет о ягодах, то мы едим их с кожурой, как например виноград. Но с бананами все иначе. Можно услышать, как растет ревень. Согласно древнему обычаю, ревень нужно положить в темный сарай, чтобы растение подумало, что наступила весна. Так ревень будет расти намного быстрее, чем обычно. И вы буквально сможете услышать, как он лопается, когда становится больше. Вкусовые рецепторы у омаров находятся на ногах. У них есть крошечные хемосенсорные волоски, расположенные на ступнях и ногах, чтобы определять и пробовать еду перед собой. Эти волоски эквивалентны нашим вкусовым рецепторам. На передней части головы у омаров есть усики, которые нужны для того, чтобы чувствовать запах пищи на расстоянии. У ракообразных очень хорошо развито обоняние, поэтому они могут найти одну аминокислоту по запаху. Может звучать странно, но опасно есть пасту, которую приготовили три дня назад. Это блюдо хорошо тем, что независимо от того, едите вы его свежим или на следующий день, оно отлично сочетается с чем угодно – грибами, овощами, мясом. Но не храните пасту в холодильнике слишком долго. Там начнут размножаться специфические бактерии, которые могут вам навредить. В 2005 году пять членов одной семьи заболели, потому что съели салат из четырехдневных макарон. Они приготовили их в пятницу и взяли на пикник в субботу. После макароны оставили в холодильнике до вечера понедельника и съели на ужин. Закончилось все тяжелым пищевым отравлением. Такие бактерии не редкость. Они живут в еде, почве, кишечнике. Они не всегда могут быть опасны, но лучше не рисковать. Поэтому старайтесь не есть одну и ту же пасту несколько дней подряд и всегда храните ее в холодильнике. Нельзя мычать с зажатым носом. Вы же сейчас попробовали это сделать? Когда вы мычите, воздух выходит через нос и создается гудящий звук. Но когда нос зажат, воздуху некуда деваться. Кстати, о носе. Знаете ли вы, что мы дышим только одной ноздрю за раз? Может показаться, что ноздри работают одновременно. И вы вдыхаете одинаковое количество кислорода. Но на самом деле они переключаются. Каждые пару часов активная ноздря делает перерыв. А другая выполняет ее функции. Потом они снова меняются. Наш мозг использует примерно 20% кислорода и крови в организме. Этот орган отвечает за огромное количество важных задач. Мозг работает постоянно, потому что поддерживает работу всех внутренних органов. В полете тело теряет почти 8% воды. Вода для нас как механическое масло, без которого организм не может функционировать. Мы теряем жидкость, потому что влажность в самолете обычно ниже привычной на 10-15%. Деревья могут общаться друг с другом. Их корни связаны между собой лесной паутиной. Подземной системой грибов, которая помогает им обмениваться ресурсами. Так деревья могут делиться своими питательными веществами. Например, материнское дерево, самое большое и крепкое в лесу, распределяет часть своих сахаров среди более мелких деревьев, которые его окружают. Люди могут вырабатывать собственный яд. По крайней мере, технически это возможно. Мы производим белок, присутствующий во многих ядах. Такой же способностью обладают млекопитающие и рептилии. У нас есть все, что нужно для производства яда. Но последнее слово за эволюцией. Если бы можно было выставить все хот-доги, которые американцы съели в День независимости, в одну линию, расстояние было бы в 5 раз больше, чем от Вашингтона до Лос-Анджелеса. Чтобы его преодолеть, нужно идти 36 дней без остановок. Одно из самых крошечных насекомых в мире меньше амебы, которая состоит всего из одной клетки. Тело мини-осы состоит из тех же частей, что и у других насекомых. Крылья, глаза, мозг и так далее. Но его длина всего 0,2 миллиметра. Причиной большинства отключений электроэнергии в США являются белки. В период с мая по июнь, а затем с октября по ноябрь, животные роют тоннели и прогрызают электроизоляцию. Вы когда-нибудь видели двойную радугу? Скорее всего, это зрелище настолько вас поразило, что вы упустили одну важную деталь. Цвета второй арки противоположны оригинальным. На самом деле радуга – иллюзия. Призмы превращают белый свет в крошечные радуги. А капли воды работают как крошечные призмы. После дождя радугу можно увидеть из-за миллионов частиц воды, находящихся в воздухе. Радуги имеют форму идеальной дуги, потому что лучи света выходят из призмы под разными углами. Но если стоять в неправильном месте, там, где цвета выходят из призмы, радугу не увидишь. Двойная радуга получается, когда свет отражается снова. Кстати, небо между этими двумя радугами обычно выглядит темнее. Пизанская башня не только наклоняется, но, скорее всего, и тонет. Ее начали строить в 12 веке, и из-за того, что башню построили на мягком грунте, она начала наклоняться, как только построили третий этаж. То есть, примерно через пять лет после начала сооружения. В течение следующих нескольких сотен лет башня не только наклонялась, но и опускалась со скоростью 2 мм в год. Представьте, что запланировали идеальное первое свидание в ресторане, но уже там вы понимаете, что не взяли с собой мятные конфеты. И как на беду, заказали луковый суп с чесночным хлебом. Эту проблему решить довольно просто. Съешьте огуречный сало. Волокнистые овощи, такие как огурцы или сельдерей, увеличивают выработку слюны. Она смывает бактерии и помогает избавиться от неприятного запаха изо рта. Есть еще один способ. Прижмите ломтик огурца к небу языком примерно на полторы минуты, и неприятный запах исчезнет. Если в меню нет огурцов, попробуйте петрушку, которая действует так же. Бамбук очень быстро растет. Это не только гибкое, сильное, но и самое быстрорастущее растение на Земле. Некоторые виды бамбука в день могут вырасти до 89 сантиметров. Найти бамбук можно в темных и густых лесах. Растениям нужен солнечный свет, чтобы выжить. Поэтому бамбук спешит вырасти как можно скорее, чтобы получить этот свет. Кстати, большинство деревьев со временем становятся толще, но не бамбук. Это экономит много времени и энергии, которые он может использовать, чтобы вырасти еще выше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok